здравствуйте наши дорогие подписчики гости нашего канала ну вот наступила осень причем золотая осень у нас ветерок я за домик зашла чтобы не шумела представляете какая красота желтые березы и зеленые елочки тут все убрала хотела бы небольшой обзор сделать тут я все убрала вырезала шланг растянула что потом кран открыть в трубах осталось воду слить и у нас сегодня 0 градусов было виноградик обрезаны уже приготовлены к накрыванию укрыванию сейчас будет наверное маленько шуметь но вы простите пожалуйста за ветерок вот сегодня пересыпала хвойным опадом елочки это приготовила их буду накрывать потому что здесь у нас очень много снега вот ведро лопнутое и вот это лопнутое сбоку чтобы продувалась маленько сейчас покажу видите тут какое какая трещина я сюда палочку поставлю вот так ты все как раз порочку сделаю и будет нас отдушина для елочки они в этом году привезли дети посадили мы вот хвойным опадом пересыпала так что тут вот баданчик у нас зиму пойдет это вот муж навозил не земли сюда на горочку ну весной буду и аккуратно подделывать делать горку и садить сюда что-нибудь за зиму посмотрю подумал что можно сюда посадить вот так вот а что я еще хотел показать гортензии обрезала потому что уже они все темные стали ну вот это я их подвязла коли убирать не буду так лутрасильчиком сверху и накрою скажите высоко оставила да высоко она у нас зима она потом свои коррекцию свою внесет где-то что-то подмерзнет и когда она будет набухать почки я уже обрежу так как мне надо а так вот я только цветочки срезаю и оставляю укрываюсь прям поэтому по колушкам лутрасильчиком прищепочками защипляю и все уходит у меня так зиму вот осталась гортензия только ой гортензия господи про гортензию говорю тут же хризантем к желтая смотрите какой букет шикарный да ну все равно вот она ведь уже темнеет вон ну так еще смотрится красиво так вот я еще пересыпала хвойным опадом азалию кирпичики вот так старые положила пока но это пока потом там будет видно потому что нас чуть-чуть тут низинка не вот весной когда тут столько воды вот попробую я ее чтобы не так сильного нам ну конечно вода будет посмотрим ну так вот она у нас вот такая чё-то плохо растет вообще плохо не знаю чё с ней делать вот еще хризантем к тоже распускается это сентябринки фиолетовая а тут беленькая такая беленькая тут уже все готово сегодня буду лили доставать фонтан накрывать надо лились сейчас покажу с маленького бассейна я уже два ведра достала он еще там сейчас покажу вот ивушка и бушка моя и ушка ладно пошлите дальше идите чё тут ну правда еще одна лилия такая розовая вот она вышла цветет напоследок моя золотая так актинидию и вчера тоже маленько сверху обрезала листья все убрала уже потом так по кругу и и замотаем утра силам вот сентябринка посмотрите сентябринки октябринки как-то еще называют по-разному ну вот такие красивый букетик такой я его связала чтобы он не падал так ну что мы еще тут сделали вчера владимир павлович там заливал свои бордюрчики делать потихоньку вот опять бордюрчик вчера достал высыхает он у него тут вот он плиточку делает там у этой положить у теплицы и и вот такую квадратную решил ну куда-нибудь на тропиночки там вот решил квадратно делал потому что с этим май ты столько это вот это с фигурной плиткой а квадратики так вроде полегче дун-дун-дун-дун наложил все ну вот эти мы убираем кирпичи которые разрушились вдоль тропинок потом куда-нибудь пойдут они для чего-нибудь там посмотрим вчера посадили чесночок часто цулисьями перегноем засыпала выстрелила малину ой ой ветер 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 вот тут я уже показывал в тепличке у меня тут 7 эти бархатцы цинии астры вот так они у меня и в зиму пойдут их снегом при порошит все они выживут я каждый год так делаю вот выстрелила малинку тут вчера надо будет потом перегноечком и пересыпать ягоду буду на на утро силам накрывать фон бондом как это говорят на эту . тоже пересыпала хвойным опадом вот львиный зев у нас еще цветет все цветет ну попозже уберу нам буду пусть подцветет и вот астрички смотрите такие потом кину их туда и все розы не обрываю просто лепестки снимаю с которой уже а так не обрезаю вот эти вот чтобы они вот чтобы они укреплялись они силы не тратили на завязывание новых бутонов вот такая у нас еще красота здесь будем так это надо прищипнуть чтобы она успела у нас это уже посмотрим закрепиться закрепиться вот видите там сколько роз еще кусты неплохие в этом году тоже гортензию от обрезала тоже колушки там поставила буду потом тоже так по кругу от снега просто а может не буду пусть так стоять посмотрю вот у нас тут еще помидоры красные желтые пиларгония вот хочу я начеренковала пиларгонию но еще наверное она вот это очень хорошо цветет и помидор у нас тут еще много сколько 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 помидорок сколько помидорок надо снимать вот это вот сняла помидорку надо наверно не знаю палочек пусть будут пусть будут ну пусть будут они все равно каждому свой свое время уже надо снимать эти так я не убрала что-то не желтеют и и помидорки кусты вот еще огурчики у нас сегодня на салат два штуки сняла еще огурчики растут у нас так так ну что пойдемте дальше покажу вам что я еще какую работу проделала так что я еще сделала да в общем то почти все сделали наши розочки ваза от земли мы освободили накрывать будем землю положили рядом ну так вот мы делаем вот еще сентябринка октябринка ромашечка 1 ромашка 2 ромашка а я четвертую сорвал тележку приготовила уже два ведра лили достала сейчас третье буду доставать здесь у нас три всего ведра вот видите надо воду откачивать и мыть бассейн мыть его цветочки вот эти фонарики надо будет убрать они у меня очень давно эти фонарики один не горит и один ну пусть будут для красоты можно сказать цветочек свой буду закрывать тоже салафаном ну вот так вот и готовимся уже зиме на следующий год опять будем встречаться дамы и не будем с вами расставаться что-то мне не хочется дорогие наши подписчики будем с вами общаться что-нибудь поснимаем интересного что увидим вам покажем ну а так тут вот тоже у меня хризантемка от хризантемка тоже три кустика я разделила и вот они подержу их пока чтобы они как и маленько укрепились тут тоже дельфиниум новозеландский вот он лежит на мне надо на земле я его не стала срезать просто надломила чтобы стволы у них трубчатые внутри пустота пустота туда попадает влага и корни корневая система загнивает а я так надломила и пусть так лежит потом пересыплю перегной чекам и все такая вот там в углу у меня эдельвейс сейчас покажу вот у меня эдельвейс давно он у меня посажен у меня был с края его сюда перенесла здесь у себя неплохо чувствует только разросся ну вот пускай растет вот наша елочка елочка елка лесной огонек такая я и тоже ставлю здесь такие городушки чтобы снегу здесь очень много и может ее сломать не сломать а расплющить потом и тяжело будет подниматься собираться в один куст вот так завтра на следующий год здесь меня будут счета придумают чё посадить ну вот так вот осень подкралась незаметно блина так не хочется расставаться с садиком ну будем еще в городе коронавирус буйствует а мы люди пенсионного возраста нам надо подольше здесь будем сидеть пока снег не ляжет а чё там в городе здесь работы всегда есть на даче дачники меня поймут и знают что работать на даче всегда хватает вот живем здесь да и каждый день работа вот каждый день что-то то что это забыли то то забыли то еще все забыли сделать вот так вот целыми днями работа 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 ну вот будем наверно с вами прощаться спасибо всем что вы к нам заходите что вы с нами спасибо за отзывы за комментарии заходите к нам почаще да посмотрите забыл показать смотрите какие желтые березы и вот эта вся листва летит к нам на огород представляете сколько тут листвы это вообще забивается в углы везде столько такие желтые березы капуста еще у нас осталось как солдатики стоят ну пусть пока стоят и потом их уберем давайте счастливы вам всем заходите к нам почаще пока пока